Скажите, какой вопрос бы Вы задали президенту? Я бы задала ему вопрос по поводу его правления. 20 лет он стоит у власти. И что за 20 лет у нас изменилось? На все изменилось только в худшую сторону. Я считаю, что любой уважающий себя человек, если он видит, что ничего хорошего не происходит, он должен просто уйти в отставку. Честно говоря, он просто всем надоел. Я, например, не смотрела сегодня, я не буду смотреть. Потому что все одно и то же. Одни обещания, человек обещает, но ничего не делает. Он обещает не поднимать пенсионный возраст, через 3 года он поднимает. Он говорит, что вакцинация принудительная не будет, Собянин делает наоборот. Он вообще президент или кто? Или у нас Собянин президент. Потом губернаторы смотрят на Собянина и продолжают в регионах делать то же самое. То есть Собянин чинит произвол, Путин сидит, отмалчивается. То есть он отмалчивался, когда у нас тонул Курск, он ничего не делал. Когда у нас был Нордвест, он тоже ничего не делал, он тоже отмалчивался. Он сидел и смотрел, что будет дальше. Когда у нас был Песлан, он тоже молчал. Почему в такие ситуации человек молчит? Если ты молчишь, ничего не можешь сделать, значит, ну иди на пенсию, отдыхай. Может быть, он просто об этом не знает и от него все скрывает. Он сказал, что его самое главное свершение и все впереди. Это значит, вероятно, он хочет еще остаться. Не дай бог. Не дай бог. Не дай бог. Давайте посмотрим на наше... У нас сильное государство не тогда, когда у нас просто сильная оборонка. Сильное государство тогда, когда у нас сильная внутренняя политика. Работают заводы, экономика сильная. Тогда бы нас уважали другие страны, то есть наши зарубежные, как они говорят, партнеры. А наши зарубежные партнеры нас не ставят ни во что. Потому что у нас ужасная экономика, все разрушено, все убито, все разворовано. Почему недры моей страны принадлежат узкому числу олигархов? Почему эти недры не мне принадлежат? Почему я должна платить какую-то баснословную цену за году, баснословную цену за газ? Это недра нашей страны, там, где мы живем. то есть эти недра принадлежат всему народу мы за эти недра платим баснословные деньги а как вы думаете почему потому что все украли все продано почему в сибири пожары да потому что все продали китайцам он опять подписал очередной как это соглашение о продолжении дружбы с китаем да вот как бы 20 лет а мы не отмечали какую-то дату как у них все здорово и замечательно ну давайте дальше все продадим почему китайцы у нас спокойно строят какие-то гостиницы на берегах того же байкала то есть и можно строить нашим нельзя строить вырубается леса продается все китайцы используют нашу землю они выращивают те же самые овощи после того как китайцы там что-то посадили все загадили извините своими удобрениями после этого на нашей земле ничего не растет почему наши два не пилоти колхоза упит и все упито а как вы думаете почему народ то молчит я не знаю наверное народ зреет я тоже удивляюсь почему народ молчит вот я например молчать не могу уже но я к сожалению пока одна даже в своем окружении а где выход-то выход наверное в народном нам же рты закрывают сколько принято законов о том что нельзя критиковать власть нельзя выходить на митинги почему эти законы принимать как вы думаете тема так все может закончиться революции это закончится революция это закончится бунтом народ терпит до поры до времени на русский народ очень терпеливый очень терпеливый но как бы я думаю что точка кипения она очень близко спасибо